Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос 3484, 22 том. Иов 41.26 И на все высокое смотрит смело, Он царь над всеми сынами гордости. Вопрос. Это о дьяволе? Ответ. И все до одного раза только в отрицательном смысле. Максим Горький суисловил, что слово «человек» звучит гордо. С какого времени? Не с того ли момента, когда более поверил змею, нежели Творцу и Иегове? Дьявол есть лжец, а человек, падший ложное свое понятие обо всем божественном, приписывает Богу. 1 Иоанна 5, 10. Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самом, а неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. Дьявольская гордость питается его завистью, и потому, где гордость, там и смерть. Бог ненавидит гордость. И сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. Премудрец Соломона 2, 24. Но завистью дьявол вошла в мир смерть, и испытывает ее принадлежащее к уделу его. О гордости Иов говорит семь раз, а Давид с Псалтри 19 раз. Гордый всегда в проигрыше и в меньшинстве, потому что большинство там, где Бог, и против гордости воюет сам Бог. Иакова 4, 6. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Откровение 13, 5. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать сорок два месяца. Именно в этом стихе Иоанн Златоус усматривает причину падения с неба Люцифера Деницы, дьявола. Цитирую стих. 1 Тимофея 3, 6. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Страх Божий выжигает гордыню. Римлян 11, 20. Не гордись, но бойся. еи. 2 Т hygуси 5, 5.